Глава 71 Грех Давида и его покаяние. Вторая книга Царств. Одиннадцатая и двенадцатая главы. Грех Давида и его покаяние. 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 Взаимоотношения с другими народами также сыграли отрицательную роль. Согласно обычаям, распространенным среди восточных владык, царь никоим образом не осуждался за те преступления, которые считались недопустимыми для его подданных. Грех Давида и его покаяние. Грех Давида и его покаяние. Грех Давида и его покаяние. Он старается возбудить неосвященные желания плотского естества человека. Действия врага отличают хладнокровие и последовательность, вначале совершенно незаметные и не бросающиеся в глаза. Это тайная работа, сокрушающая твердыню принципа. Такие действия начинаются как бы с незначительного. Человек пренебрегает верностью Богу, необходимостью всецело доверяться Ему и начинает склоняться к обычаям и нравам мира. Перед окончанием войны с аманитянами Давид, передав руководство армии Иоаву, возвратился в Иерусалим. Сирийцы уже были покорены Израилем, и полная победа над аманитянами казалась неизбежной. Давид был окружен плодами победы и почестями своего мудрого правления. Именно в этот момент, когда он расслабился и утратил бдительность, Искуситель воспользовался возможностью овладеть его разумом. То обстоятельство, что Бог так тесно общался с ним и проявил к нему столько милости, и должно было явиться для него самым сильным стимулом сохранить характер незапятнанным. Но когда, пребывая в довольстве и благодушии, Давид перестал полагаться на Бога, он поддался обольщениям сатаны и запятнал свою душу грехом. Он, поставленный небом во главе нации, избранный Богом для того, чтобы исполнять его закон, сам попрал предписание этого закона. Он, кто должен был внушать страх завершающим злодеяния, своим примером укрепил их руки. Среди опасностей, угрожавших ему в раннем периоде жизни, Давид со своей незапятнанной совестью мог полагаться на Бога. Рука Божья вела его безопасным путем среди бесчисленных сетей, расставленных перед ним. Но теперь, согрешивший и не раскаившийся, он не просил помощи у руководства неба, пытаясь сам выпутаться из опасности, в которой вовлек его грех. Версавия, чья роковая красота явилась сетью для царя, была женой Урии Хитиянина, одного из самых смелых и преданных воинов царя. Никто не мог предвидеть, каковы будут последствия этого преступления, если о нем узнают. Закон Божий требовал смерти виновного в прелюбодеянии, и гордый, опозоренный воин мог бы отомстить, убив царя или подняв восстание в народе. Всякая попытка Давида скрыть свою вину оканчивалась провалом. Он отдал себя в руки сатаны, ему угрожала опасность, ожидавшее его бесчестие было горше смерти. Казалось, есть только один выход избежать этого, и в отчаянии он поспешил прибавить к прелюбодеянию убийство. Тот, кто погубил Саула, прилагал все силы, чтобы погубить и Давида. Хотя искушения были различными, но они вели к одному – к нарушению закона Божьего. Давид рассуждал, что если Урия будет убит в сражении рукой врага, то вина смерти не падет на царский дом. Версавия будет свободна, чтобы стать женой Давида. Подозрения рассеются, и царская честь будет сохранена. Урия сам стал вестником своей смерти. Письмо Иоаву, посланное с ним царем, гласило «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». Иоав, некогда уже запятнав свои руки невинной кровью, без колебаний повиновался указаниям царя, и Урия пал от меча амонитян. До этого момента история жизни Давида как царя была настолько безупречна, что только немногие монархи могли бы сравниться с ним. О нем сказано «Творил Давид суд и правду над всем народом своим». Вторая книга царств, глава 8, стих 15. Своей честностью он завоевал доверие и преданность народа. Но, отдалившись от Бога и отдав себя во власть лукавого, он стал подручным сатаны на некоторое время, однако все еще находился у власти, данной ему Богом, и поэтому требовал повиновения, подвергая опасности душу того, кто должен был исполнить его повеление. Иоав, который был предан более царю, нежели Богу, нарушил закон Божий, потому что так повелел царь. Давид получил от Бога власть, чтобы применять ее в соответствии с божественным законом. Когда же он распорядился делать то, что противоречило закону Божьему, то повиноваться Давиду означало бы совершить грех. «Власти от Бога установлены» – послание к римлянам, глава 13, стих 1-й. «Но мы не должны повиноваться им вопреки закону Божьему». Апостол Павел в первом послании к Коринфянам выдвигает принцип, которым мы должны руководствоваться. Он говорит «Будьте подражателями мне, как я Христу». Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 1-й. Давиду послали донесения об исполнении его приказа, так тщательно подобрав слова, чтобы не упоминать ни царя, ни Иоава. Иоав приказал посланному, говоря, «Когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения и увидишь, что царь разгневался, тогда ты скажи, «И раб твой урехи-тиянин также умер». И пошел посланный, и пришел, и рассказал Давиду обо всем, для чего послал его Иоав, обо всем ходе сражения». Последовал ответ царя. «Так скажи Иоаву, пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего. Усиль войну твою против города и разрушь его. Так ободри его». Когда у Версавии окончились положенные по обычаю дни, плача по мужу, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женою. Тот, чья чуткая совесть и высокое чувство чести не позволяли даже во время опасности, угрожавшей его жизни, поднять руку на помазанника Божьего, настолько пал, что убил одного из самых верных и доблестных воинов, при этом надеясь в результате своего преступления наслаждаться безмятежным счастьем. Увы, как потускнело сверкающее золото, как изменилось оно. Сначала сатана же выписует людям цели, которых они достигнут, приступив закон. Таким методом он обольстил ангелов. Так он искусил совершить грех Адама и Еву. И этим же способом он сегодня отвращает многих от повиновения Богу. Он рисует привлекательность путей беззакония, но конец их – путь к смерти. Книга притчи, глава 14, стих 12. Блаженны те, кто, рискнув ступить на этот путь, поняли, сколь горькие плоды греха и вовремя свернулись с него. Бог в своей милости не допустил, чтобы Давид окончательно погиб в сетях обольстительного греха. Также ради Израиля Бог счел нужным вмешаться в это дело. Прошло время, и о грехе Давида с Версавией узнали люди, распространились подозрения, что царь виновен в смерти Урии. Это бесчестило Господа. Он осыпал царя своими милостями, возвеличил его, а грех Давида извратил сущность Бога и вызвал нарекания на него. Это беззаконие способствовало снижению норм благочестия в Израиле и уменьшало у многих людей отвращение ко греху. А те, кто не любил и не боялся Бога, стали еще разнузданнее. Пророку Нафану было велено возвестить Давиду обличительную весть. Это было неслыханно суровое осуждение. Только немногие владыки способны выслушать такое обличение и не предать смерти обличителя. Недрогнувшим голосом Нафан сообщил Давиду божественное решение. Данная свыше мудрость помогла найти такие слова, чтобы пробудить в царе совесть и заставить его вынести самому себе смертный приговор. Обращаясь к Давиду, как к тому, кто поставлен небом защищать человеческие права, пророк рассказал ему историю о вопиющей несправедливости и насилии, требующих возмездия. «В одном городе были два человека», — сказал он. «Один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или валов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему». Царь, страшно возмутившись, воскликнул. «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». Вторая книга царств, глава двенадцатая, стихи пятый и шестой. Нафан устремил на царя проницательный взгляд, затем поднял руку к небу и торжественно сказал. «Ты тот человек». «Зачем же», — продолжал он, «ты пренебрег слова Господа, сделав зло пред очами его? Виновные могут, подобно Давиду, попытаться утаить свое преступление. Они могут приложить все усилия к тому, чтобы навеки скрыть от человеческих глаз содеянное ими зло. Но все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет». Послание к евреям, четвертая глава, тринадцатый стих. «Ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано». Евангелие от Матфея, десятая глава, двадцать шестой стих. Нафан сказал, «Так говорит Господь, Бог Израилев. Я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав зло пред очами его? Урию хиттиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. И так не отступит меч от дома твоего вовеки. Вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». Слова пророка глубоко тронули сердце Давида. Совесть его пробудилась, и стала очевидной вся чудовищность его вины. Его душа в раскаянии склонилась пред Богом. Дрожащими губами он произнесся, «Согрешил я пред Господом». Всякое зло, причиненное другим, возвращается от обиженных к Богу. Тяжек был грех Давида перед Урией и Версавией, и он глубоко сознавал это. Но сколь бесконечно велик был его грех перед Богом. Хотя в Израиле и не было никого, кто мог бы привести в исполнение смертный приговор над помазанником Божьим, Давид трепетал, как бы над ним, виновным и непрощенным, не разразился суд быстрый Божий. Но через пророка ему было сказано, «Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Однако нужно было восстановить справедливость. Смертный приговор, вынесенный Давиду, обратился на дитя его греха. Таким образом, царю была дана возможность раскаяться, хотя страдания и смерть ребенка, как часть наказания Давида, были для него мучительнее собственной смерти. Пророк сказал, «Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Когда ребенок заболел, Давид, постясь и глубоко смиряясь, умолялся хранить ему жизнь. Он снял с себя царскую одежду, венец, день и ночь лежал на земле, в страшной тоске умоляя о душе, невинно страдающей за его вину. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли, но он не хотел. Часто, когда отдельные люди или города подвергаются судам, то смирение и раскаяние перед лицом вечно милующего и всепрощающего Бога отвращают наказание, и Господь посылает вестников мира. Ободряемый этой мыслью, Давид умолял о жизни, пока ребенок был жив. Узнав о его смерти, он спокойно покорился Божьему решению. Первый удар возмездия, который он сам назвал справедливым, совершился. Но Давид, полагаясь на милосердие Божье, не остался без утешения. Многие, читающие эту историю падения Давида, спрашивают, «Почему Бог счел необходимым открыть миру мрачную страницу жизни того, кто был так высоко возвеличен небом?» Пророк, обличая Давида, сказал об его грехе. «Ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его». Во всех последующих поколениях безбожники, указывая на Давида, запятнавшего себя этим грехом, восклицали торжествуя и насмехаясь. И это человек по сердцу Божьему. Таким образом, пятно позора легло на вероучение. Бог и Его Слово подверглись поношению, люди черствели в неверии, и многие под маской благочестия бесстыдно предавались грехам. Но в истории Давида нет ни малейшего поползновения оправдать грех. Когда царь повиновался воле Божьей, тогда он был назван человеком по сердцу Божьему. Когда он согрешил, эти слова больше не относились к нему, пока он в раскаянии не возвратился к Богу. Слово Божье ясно говорит. «И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа». Вторая книга Царства, 11 глава, 27 стих. Господь сказал Давиду через пророка, «Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав зло пред очами его? И так не отступит меч от дома твоего вовеки, за то, что ты пренебрег меня». Хотя Давид и раскаялся в своем грехе, и был прощен и принят Богом, он пожал гибельные плоды того, что посеял. Суды Божьи, разразившиеся над ним и его домом, свидетельствуют об отвращении Бога ко греху. До этого времени провидение Божие сохраняло Давида от всех происков его врагов. Особенно это видно в том, как Бог сдерживал Саула. Но грех Давида изменил его отношение с Богом. Господь ни в коем случае не мог одобрить беззаконие. Он не мог проявить свою силу и защитить Давида от последствий его греха, как он делал это, защищая его от враждебности Саула. В самом Давиде произошла большая перемена. Дух его был сокрушен сознанием своего греха и его далеко идущих последствий. Он чувствовал себя униженным в глазах своих подданных. Его влияние уменьшилось. До сих пор успех Давида приписывался его добросовестному повиновению заповедям Божьим. Но теперь его подданные, зная о его грехе, могли начать свободно грешить. Его авторитет среди домашних, уважение и послушание сыновей ослабли. Чувство вины сковало ему уста в то время, когда он должен был осуждать грех. Это мешало ему вершить справедливость в собственном доме. Его дурной пример повлиял на его сыновей, и Бог не мог предотвратить последствия этого. Господь не вмешивается в закономерный ход событий, и поэтому Давид нес суровое заслуженное наказание. Целый год после своего падения Давид, казалось, жил в полной безопасности. Не было заметно никаких признаков Божьего гнева. Но божественный приговор уже висел над ним. Быстро и верно приближался день наказания и возмездия, которые не могли предотвратить ни раскаяние, ни душевные муки и стыд, омрачившие всю его земную жизнь. Тем, кто, ссылаясь на пример Давида, пытается уменьшить виновность своего греха, следует знать, что в Священном Писании путь беззакония тяжел. Им не только следует оставить свой злой путь, подобно Давиду, но и вкусить уже в этой жизни горькие и тяжкие плоды своего греха. Бог желал, чтобы история падения Давида явилась предостережением, чтобы даже те, кого он щедро благословил и осыпал своими милостями, не чувствовали бы себя в безопасности, не пренебрегали молитвой и бодрствованием. И для тех, кто в смирении стремился усвоить все уроки Господа, эта история всегда была таковой. Благодаря этой истории тысячи поколений могли осознать опасность, которую представляет для них сила искусителя. Падение Давида, которому Господь дал столь великую славу, пробуждает в людях чувство недоверия к себе. Они понимают, что только Бог может защитить своей силой тех, кто верит. Зная, что в нем их сила и безопасность, они опасаются вступать на территорию сатаны. Даже перед тем, как божественный приговор был объявлен Давиду, он уже успел вкусить плоды своего беззакония. Его совесть была неспокойна. В 31-м псалме раскрываются душевные муки, которые он тогда пережил. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обвешали кости мои от вседневного стинания моего. Ибо день и ночь тихотела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Книга Псалтырь, 31-я глава, стихи с 1-го по 4-й. 50-й псалом выражает раскаяние Давида после того, как он был облечен Богом. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобой сокрушенные. Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, язык мой восхвалит правду Твою. Книга Псалдырь, 50-я глава, стихи с 3-го по 16-й. Таким образом, в этой священной песне, которая должна была исполняться в собраниях его народа, в присутствии приближенных, священников и судей, князей и воинов, и которая должна была поведать всем грядущим поколениям о его падении, израильский царь подробно рассказал о своем грехе, раскаянии и надежде на прощение милостью Божьей. Он не пытался скрыть свою вину, напротив, желал, чтобы и других многому научила печальная история его падения. Раскаяние Давида было искренним и глубоким. Он не сделал ни одной попытки оправдать свое преступление. К молитве его побуждало нежелание избежать грозивших ему судов. Он видел только чудовищность своего греха против Бога. Он видел скверну своей души и ненавидел свой грех. Он просил не только о прощении, но и о сердечной чистоте. Давид не сдался в отчаянии. В обетованиях Божьих раскаявшимся грешникам он видел доказательства того, что Бог простит и примет его. Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее. К всесожжению не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь Божия. Книга Псалтырь глава 50 стихи 18 и 19. Хотя Давид пал, Господь поднял его. Теперь он был теснее связан с Богом и ближним, чем до падения. В радости спасения своего он пел. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Книга Псалтырь глава 31 стихи с 5 по 7 Многие ропщут на так называемую несправедливость Бога, ибо он пощадил Давида, вина которого была столь велика и в то же время отверг Саула, который, по их мнению, не был так виновен. Но Давид смирился, исповедал свой грех, а Саул презрел обличение и ожесточил свое сердце в нераскаянии. Эта история из жизни Давида исполнена великого значения для кающегося грешника. Это одна из самых ярких иллюстраций, показывающих нам битвы и искушения, выпадающие на долю человека, истинное раскаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Во все века этот пример является источником ободрения для тех, кто согрешил и изнемогает под бременем своей вины. Тысячи детей Божьих, которые согрешили и впали в отчаяние, вспоминая о том, как искреннее раскаяние и исповедание Давида было принято Богом, и невзирая на то, что он понес наказание из-за свое беззаконие, находили в себе мужество покаяться и стремились вновь идти путем заповедей Божьих. Всякий, кто после обличения Богом смиряет свою душу исповеданием и раскаянием, как это сделал Давид, может быть уверен, что для него есть надежда. Всякий, кто с верой принимает Божьи обетования, будет прощен. Господь никогда не отринет истинно раскаявшуюся душу. Он обещает, разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною, тогда пусть заключит мир со мною. Книга пророка Исаии, 27 глава, 5 стих. И оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Богу, и он помилует его, и к Богу нашему, ибо он многомилостив. Книга пророка Исаии, 55 глава, 7 стих. Глава 72 Восстание Авесолома Вторая книга Царств главы с 13 по 19 Он должен заплатить в четверо, так гласил приговор, который невольно вынес себе Давид, слушая пророка Нафана, и этот приговор должен был исполниться. Четверым его сыновьям предстояло погибнуть, и каждый из них умер за грех своего отца. Постыдное преступление своего первенца Амнона Давид оставил без наказания и обличения. Прелюбодеяние каралось смертью, а противоестественность греха Амнона удваивала его вину. Но Давид, осуждая себя за свой грех, не смог по справедливости наказать преступника. В течение двух лет Авесолом, законный попечитель своей родной сестры, с которой так мерзко обошлись, скрывал намерение отомстить, чтобы, в конце концов, ударить наверняка. На празднике, где присутствовали царские сыновья, пьяный Амнон, винованный в кровосмешении, был убит по приказу своего брата. Двойное наказание постигло Давида. Он получил страшное известие, что Авесолом умертвил всех царских сыновей, и не осталось ни одного из них. И встал царь, и разодрал одежды свои, и повергся на землю, и все слуги его, предстоящие ему, разодрали одежды свои. Царские сыновья в тревоге возвратились в Иерусалим, рассказав царю, что убит только Амнон, и царь, и все слуги его плакали очень великим плачем. Авесолом же убежал к Фалмаю, царю Гессурскому, отцу своей матери. Как и другие сыновья Давида, Амнон жил в атмосфере эгоистичного самоугождения. Он стремился удовлетворить каждую свою прихоть, не считаясь требованиями Божьими. Господь долго терпел этого великого грешника. Два года ему были даны для того, чтобы он мог раскаяться. Но Амнон продолжал грешить, и так и погиб, не обратившись, обреченный в свое время предстать перед страшным судом Божьим. Давид пренебрег своим долгом покарать Амнона. Неверность царя и отца, непокаяние сына стали причиной того, что Бог позволил развиваться событием естественным путем и не удержал Авесолома. Когда родители или правители пренебрегают своим долгом наказать беззаконие, тогда Бог сам берется за это дело. Он перестает сдерживать силы зла. Так что образуется цепь обстоятельств, которые грех наказывают грехом. Пагубные последствия несправедливого попустительства Давида Амнону не исчерпались на этом, ибо с той поры началось отчуждение между Авесоломом и отцом. После бегства Авесолома в Гессур Давид чувствовал, что преступление его сына должно быть как-то наказано, поэтому он и не позволил ему вернуться в Иерусалим. Однако неразрешимые проблемы, с которыми пришлось столкнуться царю, от этого не уменьшились, и вскоре, вопреки ожиданиям, обострились. Авесолом, энергичный, честолюбивый и беспринципный, будучи в своей ссылке отстранен от государственных дел, вскоре затеял опасный заговор. К концу второго года Иоав решил примирить отца с сыном. С этой целью он воспользовался услугами женщины из Фикои, которая была известна своей мудростью. Наученная Иоавом, женщина представилась царю как вдова, для которой единственным утешением и опорой в жизни были два сына. Во время ссоры один из них убил другого, и теперь все родственники требовали, чтобы сын, оставшийся в живых, жизнью заплатил за кровь брата своего. И так, сказала мать этих сыновей, они погасят остальную искру мою, чтобы не оставить мужу моему имени и потомству на лице земли. Сердце царя тронула мольба женщины, и он обещал, что окажет ее сыну царское покровительство. Заручившись обещанием, что молодой человек останется в живых, женщина умолила царя снисходительно выслушать ее и сказала ему, что своими словами царь обвинил себя самого, что и по его вине не возвращается изгнанник домой. Ибо, сказала она, мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. Это нежное и трогательное выражение любви Божьей к грешнику, исходящее от такого черствого и грубого воина, каким был Иоав, красноречиво свидетельствует о глубоком знании израильтянами великих истин плана спасения. Царь, сам нуждаясь в Божьей милости, не мог противиться этой просьбе. Иоаву было дано повеление «Пойди же возврати отрока Ависсалома». Ависсалому разрешили вернуться в Иерусалим, но он не должен был появляться в царском дворе и встречаться с отцом. Давид начал понимать пагубные последствия своего снисходительного отношения к детям. И, несмотря на то, что он так глубоко любил своего красивого и одаренного сына, он чувствовал необходимость показать и Ависсалому и народу свое отвращение к совершенному преступлению. Ависсалом прожил в своем доме два года, но был отстранен от двора. Сестра жила с ним, и ее присутствие постоянно напоминало ему о непоправимом ущербе, который был ей нанесен. Народ же видел в Ависсаломе не преступника, а героя. И, пользуясь этим, он начал завоевывать сердца людей. Его внешность вызывала восхищение. Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Ависсалом и столь хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Неразумие проявил отец, оставляя чистолюбивого, порывистого, пылкого Ависсалома в немилости в течение двух лет. Решение Давида не допускать к себе Ависсалома привело к тому, что народ стал сочувствовать Ависсалому. Всегда помня свой грех нарушения закона Божьего, Давид чувствовал себя скованным. Прежде смелый и решительный, он стал неуверенным и подавленным. Его влияние в народе значительно ослабело, и все это вместе взятое благоприятствовало планам его отстраненного сына. Хотя, благодаря Ависсалома Ависсалом снова был допущен к царю, он, невзирая на кажущееся примирение, продолжал вынашивать чистолюбивые замыслы. Имея колесницы, коней и пятьдесят скороходов, он возомнил себя едва ли не царем, в то время как царь испытывал все большую склонность к уединению замкнутой жизни, Ависсалом всеми силами старался расположить к себе людей. Безразличие и нерешительность Давида распространились и на его подчиненных. Халатность и медлительность отличали работу правосудия. Ависсалом искусно использовал свою пользу каждый случай недовольства. День за днем этот молодой человек с благородной и привлекательной внешностью садился у ворот города, где собирались люди со своими прошениями и жалобами. Он шел в толпу, выслушивал обиженных, сочувствовал горю и выражал свое сожаление по поводу бездеятельности царских вельмож. Вникая, например, в дело какого-нибудь человека, Ависсалом говорил, вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. И добавлял при этом, ой, если бы меня поставили судьею в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его и целовал его. Умелые действия царского сына привели к тому, что в народе росло недовольство законным правителям. На устах всех было имя Ависсалома. Он был общепризнанным наследником престола, и народ с гордостью смотрел на него, как на человека, достойного занять такое высокое положение, крепло желание, чтобы он взошел на престол. Так крадывался Ависсалом в сердце израильтян. Однако царь, ослепленный любовью к сыну, ничего не подозревал. На знаке царского отличия, которыми Ависсалом окружил себя, Давид смотрел, как на желание умножить честь его двора, как на радостное выражение примирения. Когда люди созрели для того, чтобы поддержать переворот, Ависсалом тайно разослал лазутчиков по всем коленам, призывая готовиться к восстанию. Теперь для осуществления своих вероломных целей он прикрылся мантией приверженности религии. Задолго до этого, будучи изгнанником, он дал обет Богу, и теперь его надлежало исполнить в Хевроне. Ависсалом сказал царю, пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне, ибо я, раб твой, живя в Гессуре в Сирии, дал обет. Если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу. Любящий отец, утешившись этим доказательством благочестивых намерений своего сына, отпустил его с благословением. Заговор окончательно созрел. Верхом лицемерия Ависсалома было намерение не только ослепить царя, но также завоевать доверие народа и возглавить восстание против избранного Богом царя. Ависсалом отправился в Хеврон и с ним пошли из Иерусалима 200 человек, которые были приглашены им и пошли по простоте своей, не зная в чем дело. Эти люди, отправившиеся с Ависсаломом, не задумывались о том, что любовь к царскому сыну привела их к восстанию против его отца. Прибыв в Хеврон, Ависсалом немедленно призывал Ахитофела, одного из главных советников Давида, человека, чья мудрость была общепризнана и с чьим разумным мнением считались как со словом прорицателя. Ахитофел присоединился к заговорщикам и его поддержка давала все основания надеяться на успешное завершение этого предприятия. Его участие в заговоре привлекло много влиятельных мужей по всей стране. Когда зазвучали трубы, сигнал к началу восстания, заговорщики, поддерживавшие царского сына, повсюду стали распространять весть, что Авесолом стал царем и множество народа собралось к нему. Тем временем эти тревожные известия дошли и до Иерусалима, до царя. Давид неожиданно прозрел и увидел, что восстание разразилось по вине человека, столь близкого к трону. Его родной сын, сын, которого он так сильно любил и которому доверял, составил заговор, намереваясь захватить власть в свои руки и, несомненно, убить его. В этой великой опасности Давид преодолел свое уныние, которое столько времени давило его душу. Из присущей ему ранее энергии приготовился встретить обрушившееся на него бедствие. Авесолом собрал свои войска в Хевроне, всего в двадцати милях от столицы. Вскоре у ворот Иерусалима, как ожидали, должны были появиться мятежники. Из своего дворца Давид смотрел на столицу, прекрасную возвышенность, радость всей земли, город великого царя. Книга Псалтырь, сорок седьмая глава, третий стих. Он содрогался при мысли, что этот город подвергнется опустошению и резне, обратиться ли за помощью к своим верным подданным и защитить город, допустить ли, чтобы Иерусалим был залит кровью. Он решил воспрепятствовать тому, чтобы избранный город подвергся ужасам войны. Он оставит Иерусалим и испытает верность собственного народа, предоставляя ему возможность объединиться для поддержки своего царя. В этот тяжелый критический час его долг перед Богом и его народом состоял в том, чтобы осуществить власть, данную ему небом. В руки Божьи он отдал исход этой борьбы. В смирении и скорби Давид, гонимый любимым сыном, вышел за ворота Иерусалима, оставляя престол, дворец, ковчег Божий. Длинный, печальный, похожий на похоронную процессии, за ним следовал народ. Охрана Давида, состоявшая из хилифеев, филифеев, гифян, до шестисот человек под командованием Ефея, сопровождала его. Но с присущим ему бескорыстием Давид не хотел согласиться с тем, чтобы эти пришельцы, пользующиеся его покровительством, вместе с ним оказались в беде. Он не смог сдержать удивление, видя, что они готовы пожертвовать собой ради него. Царь сказал Ефею Гефенину, «Зачем и ты идешь с нами? Возвратись и оставайся с тем царем, ибо ты чужеземец и пришел сюда из своего места. Вчера ты пришел, а сегодня я заставлю тебя идти с нами? Я иду куда случится, возвратись и возврати братьев своих с собою, милость и истина с тобою». Евфей ответил ему, «Жив Господь, и доживет господин мой царь, где бы ни был господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой». Эти люди были обращены из язычества в иудейскую религию и служили иегове. Теперь они таким благочестивым образом засвидетельствовали свою верность Богу и царю. Давид с великой благодарностью принял их преданность в столь критическое для себя время. Все вместе они перешли поток кедрон и направились по дороге в пустыню. Шествие снова остановилось. Приближалась группа мужей, одетых в священнические одежды. Вот и садок, и все левиты с ним несли ковчег завета Божия. Люди, бывшие с Давидом, увидели в этом добрый знак. Присутствие священного символа явилось для них залогом освобождения и окончательной победы. Это помогало еще решительнее поддержать царя. Исчезновение ковчега из Иерусалима должно было повергнуть в ужас всех приверженцев Ависсалома. При виде ковчега радость и надежда охватили Давида, но вскоре мысли его переменились. Как законный правитель наследия Божьего, он нес на себе священную ответственность. Не личные интересы, но слава Божья и благо его народа должны были превыше всего волновать царя. Бог, обитающий среди херувимов, сказал об Иерусалиме, «Это покой мой навеки» в них апсалтырь 131 глава 14 стих. И без божественного указания ни священник, ни царь не имели права удалить оттуда этот символ его присутствия. Давид знал, что его сердце и жизнь должны пребывать в полной гармонии с божественными установлениями, ибо в противном случае ковчег мог принести скорее несчастье, нежели удачу. Его великий грех всегда был перед ним. Он признавал в заговоре, составленном против него, справедливый суд Божий. Меч, который, как было сказано, не отойдет от его дома, обнажился. Он не знал исхода борьбы. Он не имел права лишить столицу нации священных предметов, в которых воплотилась воля божественного владыки, и на которых зиждились порядок и благосостояние народа. Давид повелел Садоку, возврати ковчег Божий в город. Если я обрету милость пред очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. А если он скажет так, нет моего благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мною что ему благоугодно. Давид прибавил при этом, не провидец ли ты, человек, поставленный Богом, наставляет народ, возвратись в город с миром, и Ахимас, сын твой, и Иоаннафан, сын Авиафара, оба сыны ваши с вами, видите ли, я помедлю на равнине в пустыне, доколе не придет известие от вас ко мне. Будучи в городе, священники могли оказать ему ценную услугу, узнавая о действиях и планах мятежников и тайно сообщая об этом царю через своих сыновей Иоаннафана и Ахимаса. Когда священники повернули назад к Иерусалиму, еще более мрачная тень окутала удаляющихся людей. Их царь беглец, они сами изгнанники, ковчега Божьего нет среди них, будущее было темно, их мучили страх и тяжкие предчувствия. А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта, он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждой голову свою, шли и плакали. Донесли Давиду и сказали, и Ахитофел в числе заговорщиков с Ависсаломом. Снова Давид вынужден был признать, что постигшее его бедствие результат его греха. Измена Ахитофела, самого талантливого и самого коварного из политических вождей, была вызвана местью за позор, который навлекло на его семью зло, причиненное Давидом Версавии, поскольку та приходилась Ахитофелу внучкой. И сказал Давид, Господи, разрушь совет Ахитофела. Достигнув вершины горы, Давид упал там на колени и молился, возлагая на Бога бремя своей души и смиренно умоляя его о божественной милости. Его молитва, казалось, была тут же услышана. Хусей, архитянин, мудрый и даровитый советник, который всегда был верным другом Давида, пришел к нему в разодранной одежде, с посыпанной прахом головой, чтобы разделить участь лишившегося престола беглого царя. Давид сразу понял, будучи озарен мудростью свыше, что этот человек преданный и искренний, именно тот, кто послужит интересам царя, находясь при совете в столице. По просьбе Давида Хусей вернулся в Иерусалим, чтобы предложить свои услуги Авесолому и разрушить лукавый совет Ахитофела. С этим проблеском надежды среди окружавшего его мрака Давид вместе со своими людьми продолжал путь, спускаясь по восточному склону горы Елеонской, через скалистую необитаемую пустыню, глухие ущелья, по каменистым извилистым тропам по направлению к Иордану. Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Семей, сын Геры. Он шел и злословил и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Семей, злословие его, уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессолома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца. В одни благополучия Давида Семей ни одним словом или делом не показал своей нелояльности. Но в бедственное для царя время этот вениамитянин обнаружил свой истинный характер. Он почитал Давида, когда тот был на престоле, а в час унижения проклинал его. Подлый и себелюбивый он о всех судил по себе, так как сам был подстрекаем сатаной и изливал свою ненависть на того, кого наказывал Бог. Дух, который побуждает человека торжествовать, оскорблять или причинять страдания тем, кто находится в беде, это дух сатаны. Обвинения Семей против Давида были ложными в полном смысле этого слова. Они представляли собой необоснованную и злобную клевету. Давид ни в чем не был виновен перед Саулом и его домом. Когда Саул находился в его власти и Давид мог убить его, он только отрезал край его одежды и то потом укорял себя за то, что этим поступком проявил свое неуважение к помазанику Господнему. О том, как свято Давид относился к человеческой жизни, свидетельствует следующий случай, пришедший, когда он сам вынужден был бегать, словно затравленный зверь. Однажды, когда он прятался в Адаламской пещере и мыслями возвращался к безмятежному своему детству, то вырвалось у него восклицание, то напоит меня водою из колодеза Вифлеемского, что у ворот. Вторая книга царств, 23 глава, 15 стих. Вифлеем в то время находился в руках филистимлен, но три самых храбрых мужа из отряда Давида пробились сквозь стражу и принесли воды своему господину из Вифлеемского колодезя. Давид не мог ее пить. «Сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это, не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни?» стих 17. И благоговейно вылил ее на землю, как жертвоприношение Богу. Давид Много раз приходилось ему наблюдать насилие, но из всех, кто оказывался в таких обстоятельствах, немногие, подобно Давиду, смогли избежать ожесточающего и разлагающего влияния насилия. Племянник Давида Овеса, один из самых храбрых начальников его, не мог спокойно слушать оскорбительные слова Семея. «Зачем, воскликнул он, злословит этот мертвый пес господина моего царя? «Пойду я и сниму с него голову». Но царь запретил ему это делать, говоря, «Вот если мой сын, который вышел из чресла моих, ищет души моей, тем больше сын Вениаминтянина. Оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». Совесть подсказывала Давиду горькую и унизительную правду. Его подданные удивлялись тому, как резко отвернулась от царя удача, но для царя это не было тайной. Он предчувствовал, что подобный час настанет. Он удивлялся, что Бог так долго терпит его грехи и откладывает заслуженные возмездия. И теперь в этом спешном и горестном бегстве, босой, одетый во вретище вместо царского одеяния, прислушиваясь к причитаниям своих приближенных, которые эхом раздавались в холмах, он думал о своей любимой столице, месте, где он согрешил, и, вспоминая доброту и долготерпение Божье, не терял надежды, так как чувствовал, что Господь все равно окажет ему свою великую милость. Многие, поступая беззаконно и оправдывая свой грех, указывают на падение Давида. Но как мало найдется таких, кто раскаялся бы так глубоко, как Давид, и так же глубоко смирился. Очень немногие переносят обличение и возмездие с терпением и твердостью Давида. Он исповедал свой грех и в течение долгих лет старался исполнять свой долг как верный слуга Божий. Он трудился над созиданием своего царства, и под его владычеством оно достигло небывалого рассвета и могущества. Он в избытке запасся материалами для возведения Дома Божьего. Так неужели труды всей его жизни должны пропасть даром? Неужели же плоды его самоотверженного труда, гениального руководства и дипломатии должны попасть в руки его вероломного и нечестивого сына, который не болеет душой ни за честь Бога, ни за благополучие Израиля? Каким естественным был бы ропот Давида на Бога в таком великом несчастье? Но он видел, что причина этого бедствия его собственный грех. В словах пророка Михея тот дух, который воодушевлял Давида. Хотя я во мраке, но Господь свет для меня. Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил пред Ним, доколе он не решит дело моего и не совершит суда надо мною. Книга пророка Михея, глава 7, стихи 8 и 9. И Господь не оставил Давида. Эти его переживания, когда он, будучи так жестоко оклеветан и оскорблен, проявил себя смиренным, неэгоистичным, великодушным и покорным, являются одной из благороднейших страниц всей его жизни. Никогда еще израильский царь не был столь воистину великим в глазах неба, как в этот час самого сильного унижения. Если бы Бог допустил, чтобы Давид остался ненаказанным за свой грех и, нарушая божественные предписания, по-прежнему благополучно управлял страной, тогда скептики и неверующие люди имели бы возможность использовать историю Давида как повод для того, чтобы поносить библейскую религию. Но посредством тех опытов, через которые Господь провел Давида, он доказал, что не может терпимо относиться ко греху или оправдывать его. История Давида дает нам также возможность увидеть те великие цели, которые преследует Бог в своем обращении с грехом. Это позволяет нам разглядеть даже в самых мрачных судах исполнение его милостивых и благих намерений. Он заставил Давида пройти под жезлом, но не погубил его. Это горнило должно было переплавить, а не сжечь его. Господь говорит, если нарушат уставы мои и повелений моих не сохранят, посещу жезлом беззакония их и ударами неправду их. Милости же моей не отниму от него и не изменю истины моей. Книга Псалтырь 88 глава стихи с 32 по 34 Вскоре после того, как Давид покинул Иерусалим, Авесолом вошел в город со своими войсками и без сопротивления овладел крепостью Израиля. Хусей одним из первых приветствовал нового монарха, и царский сын был приятно удивлен, узнав, что старый друг его отца и государственный советник присоединился к нему. Авесолом был уверен в успехе. Все задуманное им осуществилось, и он, страстно желая утвердить свой престол и приобрести доверие народа, пригласил Хусея ко двору. Теперь у Авесолома была многочисленная армия, но она состояла в основном из людей, не обученных военному делу. До сих пор они не принимали участия ни в одном сражении. Ахитофел хорошо знал, что положение Давида было далеко не безнадежным. Большая часть людей все еще оставалась верной ему. Он был окружен испытанными воинами, верными своему царю. Его армией командовали талантливые и опытные полководцы. Ахитофел знал, что после первого восторга новым царем последует обратная реакция. Даже в случае провала своего восстания Авесолом имел возможность примириться с отцом. Тогда на Ахитофела, как на главного его советника, пойдет самая большая доля вины за мятеж и самое тяжелое наказание. Для того, чтобы отрезать Авесолому все пути к отступлению, Ахитофел подтолкнул его к поступку, который сделал бы примирение между отцом и сыном невозможным. С сатанинской изощренностью этот коварный и беспринципный советник убеждал Авесолома к преступлению мятежа присовокупить еще и преступление кровосмешения. Перед глазами всего Израиля он должен был войти к наложницам своего отца. Согласно восточным обычаям, это являлось свидетельством того, что он унаследовал трон отца. Авесолом последовал этому отвратительному совету. Так исполнилось слово Божье к Давиду через пророка. «Вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». Вторая книга царств, 12 глава, 11 и 12 стихи. Бог не допустил бы этого нечестия, но по причине греха Давида он не вмешался, чтобы предотвратить его. Ахитофила глубоко уважали за его мудрость, но ему недоставало света, исходящего от Бога. Начало мудрости «Страх Господень». Книга притчей, глава 9 стих 10. Этим-то он как раз и не обладал, ибо в противном случае он не добавил бы к государственной измене преступления кровосмешения. Люди с испорченным сердцем замышляют различного рода беззакония, как будто бы и не существует всесильного проведения, могущего разрушить их замыслы. «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Книга «Псалтырь», глава 2 стих 4. «Господь говорит, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их, и беспечность глупцов погубит их». Книга притчей, глава 1 стихи с 30 по 32. После того, как Ахитофел успешно осуществил выработанный им для своей личной безопасности план, он настаивал на том, чтобы Авесолом немедленно предпринял военные действия против Давида. «Выберу я 12 тысяч человек», сказал он, «и встану, и пойду в погоню с Давидом в эту ночь, и нападу на него, когда он будет утомлен и с опущенными руками, и приведу его в страх, и все люди, которые с ним разбегутся, и я убью одного царя, и всех людей обращу к тебе». Этот план был одобрен царскими советниками. Если бы так произошло, тогда Давид несомненно был бы убит, но Господь прямо вмешался, чтобы спасти его. Высшая мудрость, а не мудрость Ахитофела управляла событиями. Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы навести Господу бедствие на Авесолома. Хусей не был призван на совет и не хотел идти туда без приглашения, чтобы в нем не заподозрили лазутчика. Но после того, как совещание окончилось, Авесолом, глубоко уважая всякое мнение советника своего отца, рассказал ему о плане Ахитофела. Хусей понимал, если произойдет так, как советовал Ахитофел, то Давид погибнет. Он сказал, «Нехорош на этот раз совет, который дал Ахитофел. Ты знаешь твоего отца и людей его. Они храбры и сильно раздражены, как медведица в поле, у которой отняли детей. И отец твой человек воинственный. Он не остановится ночевать с народом». Он убедил Авесолома, что, преследуя Давида, схватить его не удастся, а поражение вызовет неизбежные разочарования, что нанесет большой ущерб делу Авесолома. «Ибо», сказал он, «всему Израилю известно, как храбр отец твой и мужественны те, которые с ним». И он предложил собственный план, который искусно льстил чистолюбивый и эгоистичный натуре Авесолома, жаждущий проявить свою власть. «Я советую, пусть соберется к тебе весь Израиль от Дана до Версавии во множестве, как песок при море, и ты сам пойдешь посреди его. И тогда мы пойдем против него, в каком бы месте он ни находился, и нападем на него, как падает роса на землю, и не останется у него ни одного человека из всех, которые с ним. А если он войдет в какой-либо город, то весь Израиль принесет к тому городу веревки, и мы стащим его в реку, так что не останется ни одного камешка». И сказал Авесолом и весь Израиль. «Совет Хусия архитянина лучше совета Ахитофела». Но среди них находился тот, кого нельзя было обмануть, кто ясно предвидел последствия роковой ошибки Авесолома. Ахитофел понимал, что восстание проиграно. Он знал, что бы не ожидало царского сына, ему, советнику, который подстрекал его на такое тяжкое преступление, «пощады не будет». Ахитофел поддерживал Авесолома в восстании. Он толкнул его на самый низкий поступок, и сын обесчестил своего отца. Он посоветовал ему убить Давида и научил, как это сделать. Он уничтожил последнюю возможность примирения с царем. А теперь даже Авесолом предпочел ему другого. Охваченный ревностью, гневом и отчаянием, Ахитофел собрался и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дома своему, и удавился, и умер. Так погиб, несмотря на свою мудрость и блестящие способности, тот, кто не сделал Бога своим советчиком. Сатана обольщает людей самыми заманчивыми обещаниями, но каждая поддавшаяся на уловку душа убеждается, что возмездие за грех смерть. Послание к римлянам, 6 глава, 23 стих. Хуси, неуверенный в том, что переменчивый царь последует его совету, не теряя времени, послал Давиду предупреждение, чтобы тот немедленно перешел Иордан. Священникам, которые должны были передать это своим сыновьям, он сказал следующее, «Так и так советовал Ахитофил Ависсалому и старейшинам Израилевым, а так и так посоветовал я. Скажите Давиду так, не оставайся в эту ночь на равнине в пустыне, но поскорее перейди, чтобы не погибнуть царю и всем людям, которые с ним». Молодые люди, несмотря на то, что к ним относились подозрительно и преследовали их, успешно выполнили опасные задания. Измученный переходом и душевной скорбью Давид после первого дня бегства получил известие, что он должен перейти Иордан в ту же ночь, ибо сын замышляет убить его. Что должен был испытывать отец и царь, с которым так жестоко поступили в тяжкий час опасности? Храбрый и мужественный человек, доблестный воин, монарх, слово которого было законом, предан своим сыном, которого он любил, баловал и которому так слепо доверял, оставлен своими подданными, с которыми был связан теснейшими узами чести и верности. Теперь, оказавшись в таких обстоятельствах, какими же словами скорби он излил свое горе? В час тяжелейшего испытания Давид всем сердцем полагался на Бога и пел. «Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге. Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою, гласом моим взывая Господу, и он услышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. От Господа спасение над народом твоим благословение твое». Книга Псалтырь, 3 глава, стихи со 2 по 9. Давид и все следовавшие за ним, воины, советники, старики, молодые, женщины и маленькие дети, ночью перешли глубокую и быстро текущую реку. К рассвету не осталось ни одного, который не перешел бы Иордана. Давид и его люди отступили в Маханаим, который был престольным градом Иевосфея. Это был хорошо укрепленный город, окруженный со всех сторон горами. Он представлял прекрасное убежище в случае войны. Это был процветающий край, жители которого дружески относились к Давиду. Здесь многие присоединились к нему, а состоятельные люди в изобилии снабжали Давида и его приверженцев продуктами и всем необходимым. Совет Хусея достиг своей цели и Давид благополучно избежал смертельной опасности. Нетерпеливый, порывистый Ависсалом не мог ждать и отправился преследовать своего отца. Ависсалом перешел Иордан, сам и весь Израиль с ним. Ависсалом поставил Амиссая, сына Давидовой сестры Авигеи, начальником над всем своим войском. Его армия была большой, но недисциплинированной и слабо подготовленной для схватки с такими опытными воинами, как солдаты его отца. Давид разделил своих людей на три отряда, которыми командовал Иоав, Авеса и Ефей Гефинянин. Руководить сражением Давид хотел сам, но этому воспротивились начальники воинов, советники и народ. Не ходи, сказали они ему, ибо если мы и побежим, то не обратят внимание на это, если и умрет половина из нас, так же не обратят внимание, а ты один тоже, что нас десять тысяч, и так для нас лучше, чтобы ты помогал нам из города, и сказал им царь, что угодно в глазах ваших, то и сделаю. Вторая книга царств, восемнадцатая глава, третья, четвертая стихи. Со стен города хорошо были видны длинные ряды войска мятежников. Самозванца окружало несметное множество, по сравнению с которым люди Давида казались небольшой горсточкой. Но царь, глядя на армию противника, не думал ни о царском венце, ни о царстве, ни о собственной жизни, которая зависела от исхода битвы. Сердце отца переполняло любовь и жалость к своему мятежному сыну. Когда войска, двигаясь от городских ворот, проходили мимо него, Давид ободрял своих верных воинов, повелевая им идти вперед и полагаться на Бога Израилева, который поможет одержать победу. Но даже и здесь он не мог подавить своей любви к Авесолому. Когда Иав, за плечами которого было немало победоносных сражений, во главе первой колонны проходил мимо царя и склонил свою гордую голову перед монархом, тот дрожащим голосом произнес «Сберегите мне отрока Авесолома». Авеса и Ефей получили такое же указание «Сберегите мне отрока Авесолома». Но беспокойство царя, которое, казалось, создавало впечатление, что Авесолом был гораздо дороже ему, чем царство, чем преданные и подданные, только увеличивало возмущение воинов бессердечным сыном. Битва происходила недалеко от Иордана в лесу, где огромное преимущество в численности войска обернулось против Авесолома. Оказавшись в лесной болотистой чаще, неорганизованные отряды Авесолома пришли в смятение и стали неуправляемы. И был поражен народ израильский рабами Давида. Было там поражение великое в тот день. Поражены двадцать тысяч человек. Авесолом, видя, что битва проиграна, хотел скрыться, но запутался волосами в ветвях раскидистого дерева, мул, на котором он ехал, убежал, и он беспомощно повис, став легкой добычей противника. В таком положении он был найден каким-то воином, который, опасаясь царского гнева, не убил его, но доложил Иоаву. Иоав долго не колебался. Он дружески относился к Авесолому, дважды мирил его с отцом, и тот так подло злоупотребил его доверием. Если бы не посредничество Иоава, Авесолом не получил бы надлежащих возможностей, и никогда бы не вспыхнуло восстание с его кровопролитием и жертвами. Теперь во власти Иоава было одним ударом уничтожить зачинщика зла. И он взял в руки три стрелы и вонзил их в сердце Авесолома, который был еще жив на дубе. И взяли Авесолома, и бросили его в лесу в глубокую яму и наметали над ним огромную кучу камней. Так погибли зачинщики мятежа в Израиле. Ахитофел окончил жизнь самоубийством. Царственный Авесолом, чья ослепительная красота была гордостью Израиля, погиб во цвете лет. Его мертвое тело бросили в яму, прикрыв в знак вечного осуждения грудой камней. Еще при жизни Авесолом поставил для себя пышный памятник в царской долине, но единственным памятным знаком, отличающим его могилу, оказалась груда камней в пустыне. Вождь восстания был убит, и Иоав трубным звуком повелел прекратить преследование убегающего противника. Агонцов тотчас послал царю с известием. Часовой, который стоял на городской стене и наблюдал за сражением, увидел бегущего человека. Вскоре показался и другой. Когда первый приблизился, Часовой сказал царю, который ждал возле ворот, «Я вижу походку первого, похожую на походку Ахимааса, сына Садокова», и сказал царь, «Это человек хороший и идет с хорошей вестью». И воскликнул Ахимаас и сказал царю «Мир» и поклонился царю лицем своим до земли и сказал «Благословен Господь Бог Твой, предавший людей, которые подняли руки свои на господина моего царя». На нетерпеливый вопрос царя «Благополучен ли отрок Авесолом?» Ахимаас дал уклончивый ответ. Пришел второй гонец со словами «Добрая весть господину моему царю! Господь явил тебе ныне правду в избавлении от руки всех восставших против тебя». Снова с уст отца сорвался единственный волновавший его вопрос «Благополучен ли отрок Авесолом?» Не в силах скрывать тяжелую весть гонец ответил «Да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока». Этого было достаточно. Не спрашивая больше ни о чем, Давид с поникшей головой пошел в горницу над воротами и плакал. И когда шел, говорил так «Сын мой Авесолом! Сын мой! Сын мой Авесолом! О, кто бы дал мне умереть вместо тебя! Авесолом! Сын мой! Сын мой!» С поля битвы возвращались победоносные войска, и торжествующие крики эхом раздавались в горах. Но когда воины вошли в город, радостные возгласы смолкли, знамена опустились, и они двигались уже не как победители, а скорее как потерпевшие поражения с потупленным взором. Ибо вместо приветственных слов царя, к ним из горницы над воротами доносились скорбные рыдания. «Сын мой, Авесолом! Авесолом! Сын мой! Сын мой!» И обратилась победа того дня в плач для всего народа, ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. И входил тогда народ в город украдкою, как крадутся люди стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. Иоав был сильно возмущен. Бог дал ему причину радоваться и ликовать. Только что было подавлено одно из самых больших восстаний, известных когда-либо в истории израильского народа. И вот эта блестящая победа превратилась в плач из-за того, чья измена стоила тысяч жизней доблестных воинов. Суровый, резкий военачальник отправился к царю и смело заявил ему, ты в стыд привел сегодня всех слух твоих, спасших ныне жизнь твою и жизнь сыновей и дочерей твоих. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя, ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя и вожди и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авесолом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее. Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих, ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь, в эту ночь не останется у тебя ни одного человека, и это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей до ныне. Скорбящий Давид не сопротивлялся этому грубому и даже жестокому упреку. Видя, что военачальник прав, он сошел к воротам и приветствовал своих доблестных воинов, маршировавших мимо него, подбадривая их похвалой. Глава семьдесят третья Последние годы жизни Давида Вторая книга царств глава двадцать четвертая Третья книга царств глава первая Первая книга Параллипоменон главы двадцать первая двадцать восьмая и двадцать девятая Параллипоменон 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 слава т.е. именно то, к чему так стремятся люди. Лишь немногие обладают опытом, позволяющим преодолеть подобное испытание. Ранние годы жизни Давида, когда он был пастухом, научивший его смирению, терпеливому труду и нежной заботе о стадах, общение с природой в уединении среди холмов, развитие музыкальных и поэтических дарований, направлявших его мысли к Творцу, суровая жизнь пустыни, требующей смелости, самообладания, терпения и веры в Бога, все это было предопределено Господом, чтобы подготовить Давида для Израильского престола. Он радовался драгоценным опытом, в которых познал любовь Божью, и Дух Святой во всей полноте пребывал с ним. В истории Саула он видел щиту человеческой мудрости, и все же мирская слава и успехи во многом ослабили характера Давида, он не раз становился легкой добычей искусителя. Взаимоотношения с языческими народами породили желание следовать их национальным обычаям, в нем загорелось честолюбивое стремление к мирскому величию. Как народу Божьему, Израилю надлежило прославиться, но когда гордость и самоуверенность возросли, израильтяне уже не довольствовались этим превосходством. Более всего они были озабочены своим положением среди других народов. Это не могло не вызвать искушений. Стремясь к завоеванию других земель, Давид решил увеличить свою армию, призвав на военную службу всех, достигнувших надлежащего возраста. Для этого нужно было произвести перепись населения. На такой поступок царя толкнули гордость и честолюбие. Перепись населения должна была показать, насколько велика разница между слабостью царства до прихода к власти Давида и мощью и процветанием, ставшими результатом его правления. А это только усилило бы самонадеянность царя и народа. Писание говорит, «И восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать счисление израильтян». Первая книга Паралипоменон, глава 21, стих 1. Процветание Израиля под правлением Давида возросло скорее благодаря благословениям Божьим, нежели способностям царя или силе его армии. Увеличение военной мощи страны создало бы у окружающих народов представление, будто Израиль больше полагается на свою армию, нежели на силу и еговы. Хотя израильтяне и гордились своим национальным величием, намерение Давида сильно увеличить армию не встретило должного одобрения. Предполагаемая мобилизация вызвала много недовольства, вследствие чего сочли нужным использовать для этого военачальников вместо священников и других лиц, которые раньше занимались подобным делом. Цель этого мероприятия в корне противоречила принципам теократии. Даже беспринципный Иоав запротестовал, говоря, да умножит Господь народ свой в сто раз против того, сколько есть его. Но все ли они, господин мой царь, рабы господина моего? Для чего же требует всего господин мой? Чтобы вменилось это в вину Израилю? Но царское слово превозмогло Иоава, и пошел Иоав, и обошел всего Израиля, и пришел в Иерусалим. Перепись еще не закончилась, а Давид уже понял свою ошибку. Порицая себя, он сказал, весьма согрешил я, что сделал это. И ныне прости вину раба твоего, ибо я поступил очень безрассудно. На следующее утро Давиду через пророка Гада была послана весть. Так говорит Господь, избирай себе или три года голод, или три месяца будешь ты преследуем неприятелями твоими, и меч врагов твоих будет досягать до тебя. Или три дня меч Господень и язва на земле, и ангел Господень истребляющий во всех пределах Израиля. Итак, рассмотри, что мне отвечать пославшего меня словом? Царь ответил на это. Тяжело мне очень, но пусть лучше впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие Его, только бы не впасть мне в руки человеческие. Земля была поражена мором, от которого погибло семьдесят тысяч человек в Израиле. Это бедствие еще не докатилось до столицы, как поднял Давид глаза свои, и увидел ангела Господня, стоящего между землей и небом, с обнаженным в руке его мечом, простертым на Иерусалим. И пал Давид и старейшины, покрытые вретищем на лица свои. Царь умолял Господа пощадить Израиля. Не я ли велел исчислить народ? Я согрешил, я сделал зло. А эти овцы что сделали? Господи, Боже мой, да будет рука Твоя на мне и на доме отца моего, а не на народе Твоем, чтобы погубить его. Перепись вызвала недовольство народа. Однако люди лелеяли те же грехи, которые подтолкнули Давида к подобным действиям. Подобно тому, как Господь через грех Авесалома наказал Давида, так и теперь посредством ошибки Давида он наказал грех и Израиля. Ангел-губитель приостановил свое страшное дело у ворота Иерусалима. Он дошел до горы Моря, над Гумном, Орны и Евусянина. По указанию пророка Давид отправился на гору и построил там жертвенник Господу и принес всесожжение и мирные жертвы, и призвал Господа, и он услышал его, послав огонь с неба на жертвенник всесожжения. Умилостивился Господь над страною, и прекратилось поражение израильтян. Место, на котором был сооружен жертвенник, отныне почиталось святым. И Орна предложил его царю в дар, но Давид отклонил это предложение. «Я хочу купить у тебя за настоящую цену», — сказал он, — «ибо не стану я приносить твоей собственности Господу». И дал Давид Орне за это место шестьсот сиклей золота. Это памятное место, где Авраам построил алтарь, чтобы принести в жертву своего сына, и затем освященное таким великим избавлением, впоследствии было избрано Соломоном для постройки храма. Последние годы жизни Давида еще одна темная туча нависла над его головой. Ему было уже 70 лет. Лишения и тревоги молодости, многочисленные войны, заботы и скорби, перенесенные им в последние годы, подорвали его здоровье. Хотя его ум оставался таким же ясным и проницательным, но время взяло свое. Он искал уединение, и тревожное прошлое его царства постепенно утратило свою остроту. Но вот снова разгорелась борьба за обладание царской короной. Снова обнаружились плоды отцовской снисходительности Давида. Это был Адония, который желал стать царем. Он был очень красивый человек, но беспринципный и опрометчивый в юности. Отец его никогда ни в чем не ограничивал. Отец никогда не стеснял его вопросом, для чего ты это делаешь? Третья книга царств, первая глава, шестой стих. Теперь он восстал против власти Господа, который определил Соломону быть царем. И природными дарованиями, и силой религиозного характера Соломон намного превосходил своего старшего брата и более соответствовал царскому престолу, нежели Адония. Но Адония стремился занять престол, несмотря на прямое указание Бога, и, конечно, не остался без сочувствующих. Иоав, хотя виновный в многочисленных преступлениях, до последнего времени был верен престолу. Но теперь он присоединился к заговору против Соломона, так же, как и священник Авиафар. Когда восстание было полностью подготовлено, заговорщики встретились на большом празднике в окрестностях города, чтобы провозгласить Адонию царем, но их планы оказались расстроены несколькими верными Давиду лицами. Прежде всего это были священник Садок, пророк Нафан и Версавия, мать Соломона. Они рассказали обо всем царю, напомнив, что, согласно божественному повелению, царем должен быть Соломон. Давид тут же передал свой престол Соломону, который был помазан и провозглашен царем. Заговор провалился. Его главные зачинщики понесли заслуженные наказания. Авиафар был пощажен благодаря его духовному званию и прежней преданности Давиду, но лишился положения первосвященника, который занял Садок. Иуава и Адонию также пощадили в то время, но после смерти Давида они понесли наказание за свое преступление. Исполнением приговора над Адоний завершилось четырехкратное наказание, свидетельствующее об отвращение Господа ко греху, совершенному его отцом Давидом. С самого начала своего царствования Давид страстно мечтал построить храм Господу. Хотя этой мечте не суждено было сбыться, но для ее осуществления он проявил немало рвения и чистосердечных усилий. Он приготовил в изобилии самые ценные материалы – золото, серебро, оникс и другие камни, мрамор и много дорогой древесины. А теперь сокровище, собранное им, предстояло передать наследникам, ибо другие руки будут строить храм для Ковчега Завета – символа присутствия Божьего. Чувствуя приближение смерти, царь собрал израильских князей с представителями от всех частей своего царства, чтобы вручить им это наследство. Он желал дать им предсмертные распоряжения и заручиться их словом и поддержкой для осуществления необходимой работы. Зная о том, что царь тяжело болен, они не надеялись, что он сам сможет выразить последнюю свою волю, но Божье вдохновение сошло на него, и с присущей ему энергией и живостью он в последний раз обратился к своему народу. Он рассказал о своем желании построить храм и о Божьем повелении передать это дело своему сыну Соломону. Господь заверил, Соломон, сын твой, построит дом мой и дворы мои, потому что я избрал его себе в сына, и я буду ему отцом, и утвержу царство его навеки, если он будет тверд в исполнении заповедей моих и уставов моих, как до сего дня. Теперь, сказал Давид, предачами всего Израиля собрание Господня, и во уши Бога нашего говорю, «Соблюдайте и держитесь всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам сею добрую землею и оставить ее после себя в наследство детям своим навек». Первая книга «Паралипоменон», глава 28, стихи с 6 по 8. На собственном опыте Давид узнал, как труден путь того, кто отдаляется от Бога. Он почувствовал на себе осуждение, которому подлежит нарушитель закона. Он пожал плоды своего беззакония, и вся душа его была полна тревоги за вожде израильского народа. Останутся ли они верными Богу? Будет ли Соломон повиноваться закону Божьему, избегая тех грехов, которые подорвали авторитет его отца, отравили его жизнь и обесславили Бога? Давид знал, для того, чтобы Соломон мог в своем высоком положении успешно противостоять искушениям, ему необходимо смирение, незыблемое упование на Бога и непрестанное бодрствование, ибо высокопоставленные люди всегда становятся особым предметом внимания и коварных уловок сатаны. Обращаясь к сыну, уже признанному наследнику престола, он сказал, «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога, отца твоего, и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, он оставит тебя навсегда. Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай». Давид дал Соломону подробные указания относительно постройки храма, а также вручил образцы каждой его части и всех приспособлений для служения. Все это было открыто ему Духом Божьим. Соломон был еще молод и страшился великой ответственности, которая возлагалась на него в связи со строительством храма и управлением народом Божьим. Давид сказал своему сыну, «Будь тверд и мужествен, и приступай к делу, не бойся и не ужасайся, ибо Господь Бог, Бог мой, с тобою, Он не отступит от тебя и не оставит тебя». Снова Давид обратился к собранию. «Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен. Оделась я велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога». И дальше он продолжал. «Всеми силами я заготовил для дома Бога моего». И Давид перечислил все те ценности, которые он собрал. Кроме этого, сказал он, «Еще по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное из золота и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего, сверх всего, что заготовил я для святого дома. Три тысячи талантов золота, золото афирского, и семь тысяч талантов серебра, чистого, для обложения стен в домах. Не поусердствует ли еще, кто спросил он, обращаясь ко всем собравшимся, жертвовать сегодня для Господа». На вопрос Давида последовал мгновенный ответ. «И стали жертвовать начальники семейств, и начальники колен Израилевых, и начальники тысяч и сотен, и начальники над имениями царя. И дали на устроение дома Божия пять тысяч талантов, и десять тысяч драхм золота, и серебра десять тысяч талантов, и меди восемнадцать тысяч талантов, и железа сто тысяч талантов. И у кого нашлись дорогие камни, те отдавали и их в сокровищницу дома Господня. И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу. Также и царь Давид весьма радовался». «И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид, «Благословен Ты, Господи Божий Израиля, Отца нашего, от века и до века. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий. И богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей силы и могущества, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое, ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученные мы отдали Тебе, потому что странники мы перед Тобою и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. Господи Божий наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей оно, и все Твое. Знаю, Боже мой, что Ты испытуешь сердце и любишь чистосердечие. Я от чистого сердца моего пожертвовал все сие, и ныне вижу, что и народ Твой, здесь находящийся, с радостью жертвует Тебе. Господи Божий Авраама, Исаака и Израиля, отца наших, сохрани сие на век, сие расположение мыслей сердца народа Твоего, и направь сердце их к Тебе. Соломону же, сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения Твои и уставы Твои, и исполнить все это, и построить здание, для которого я сделал приготовление. И сказал Давид всему собранию, благословите Господа, Бога нашего. И благословила все собрание Господа, Бога, отца своих, и пала, и поклонилась Господу и царю. С глубочайшей заинтересованностью царь собирал ценные материалы для постройки и украшения храма. Он написал великолепные гимны, которые должны были звучать под сводами его. Теперь сердце его радовалось в Господе, что родоначальники и князья Израиля так сердечно отозвались на его призыв и посвятили себя важной работе, ожидавшей их. Теперь они были готовы принести еще большие жертвы, они умножили свои дары, посылаемые в сокровищницу Божью от их владений. Давид глубоко чувствовал свою неспособность обеспечить все необходимое для возведения храма Божьего. И теперь искренняя преданность благородных мужей его царства, которые сразу отозвались на его обращение и от всего сердца принесли свои дары Богу, а также и себя посвятили этой работе, наполняла его душу радостью. Но над сердцами людей властен один только Бог. Его следует прославлять, а не человека. Это он наделил людей земными благами, и дух его расположил их принести драгоценные дары для храма. Все сущее принадлежит Богу. Если бы его любовь не тронула сердце народа, усилия царя оказались бы бесполезны, и храм никогда не был бы построен. Все, что человек получает от щедрот Божьих, принадлежит Богу. Драгоценные прекрасные дары земли посланы Богом людям, чтобы испытать их, измерить глубину их любви к Нему и полноту осознания его милости. И эти богатства, материальные или духовные, надлежит сложить к ногам Иисуса, чтобы приносящий их мог сказать вместе Давидом, «От тебя все, и от руки твоей, полученное, мы отдали тебе». Когда Давид почувствовал приближение смерти, его сердце по-прежнему было отягощено заботами о Соломоне и Израильском царстве, благословение которого в такой значительной степени зависело от верности царя. И завещал он сыну своему Соломону, говоря, «Вот я отхожу в путь всей земли. Ты же будь тверд и будь мужествен, и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями его и соблюдая уставы его и заповеди его, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать и везде, куда не обратишься, чтобы Господь исполнил Слово свое, которое Он сказал обо мне, говоря, «Если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мною в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом». Третья книга царств, глава 2, стихи с 1 по 4. Последние слова Давида — это песнь, песнь упования высочайшего принципа и бессмертной веры. Слова Давида, сына Иесеева, мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Иаковлева и сладкого певца Израилева. «Дух Господень говорит во мне, владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божием. И как на рассвете утра при восходе солнца на безоблачном небе, от сияния после дождя вырастает трава из земли. Не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил он со мною, твердый и непреложный. Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое». Вторая книга царств, глава 23, стихи с 1 по 5. «Глубоко было падение Давида, но велико оказалось и раскаяние. Его любовь была пламенной, а вера сильной. Ему многое было прощено, потому что он многого возлюбил». Евангелие от Луки, 7 глава, 48 стих. В псалмах Давида выражено все многообразие пережитого им, от терзания виновной совести и самоосуждения до возвышенной веры и самого теснейшего общения с Богом. История его жизни говорит о том, что грех сулит только горе и стыд, но любовь Божья и милость его беспредельны, что вера дает кающийся душе право усыновления, право быть сыном Божьим. Среди всех свидетельств, содержащихся в его слове, история жизни Давида является одним из сильнейших доказательств Божьей верности, справедливости и завета его милости. «Человек убегает, как тень, и не останавливается, а слово Бога нашего прибудет вечно. Милость же Господня от века и до века к боящимся его, и правда его на сынах сынов, хранящих завет его, и помнящих заповеди его, чтобы исполнять их». Книга Иова, 14 глава, 2 стих. Книга пророка Исаии, 40 глава, 8 стих. Книга Псалтырь, 102 глава, стихи 17 и 18. «Все, что делает Бог, пребывает вовек». Книга Экклесиаста, глава 3 стих 14. Чудесные обетования были даны Давиду и его дому, обетования, которые простираются в вечность и найдут свое полное осуществление во Христе. Господь сказал. «Я клялся Давиду, рабу моему. Рука моя прибудет с ним, и мышца моя укрепит его, и истина моя, и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его. И положу на море руку его, и на реки десницу его. Он будет звать меня. Ты отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего. И я сделаю его первенцем, превыше царей земли. Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен». Книга Псалтырь, глава 88, стихи 4, 22, с 25 по 29. «И продолжу вовек семя его, и престол его, как дни неба». Книга Псалтырь, 88, глава 30 стих. «Досудит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя. И будут бояться тебя, доколе прибудет солнце и луна в роды родов. В одни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не пристанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Будет имя его вовек, доколе прибывает солнце, будет передаваться имя его. И благословятся в нем племена, все народы ублажат его». Книга Псалтырь, глава 71, стихи с 4 по 8 и стих 17. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его. И нарекут имя ему, чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки. И царству его не будет конца». Книга пророка Исаия, 9 глава 6 стих. Евангелие от Луки, 1 глава, стихи 32 и 33. Евангелие от Луки, 1 глава, стихи 32 и 34.